дисклеймер конечно должен быть как вообще библии дисклеймеры это же типа основа основа всех основ это надо знать просто должно быть пытаешься стануть купол на него на единственно что ты можешь делать это то есть вокруг него снизу вырастают ростки вот которые останавливают на один ход огонь которые распространяются вокруг к нему то есть ну то есть такой готовый распинается он остановился ровно на том моментик где-то начала выстраивать кукол потом остановился и также сгорел то есть и пока он вырос земля вместе со своим с травой было со всякими ветками он также загорелся но наход становился то есть пока что продвижение кольца огня нет теперь ход призрака так как он уже подготовила для вас два огня шара вот он не церемония направлять для огня шары в сторону у вас двоих которые находятся рядом это рауда и констанции и вальтера для того чтобы попасть по рауду и констанции находятся ближе ему нужно пройти проверку по 14 сложности на вальтеру надо пройти ему проверку по 16 сложности ловкость нет я сам я сам это шанс попадания призрака нас по 14 сложности по вальтеру констанции он не попадает шар полетает мимо вас и взрывается где-то уже в озере и вальтеру 15 сложность попадает шар и отбрасывает его на несколько метров ближе к воде вот твоя одежда загорается также вот так ты близко к воде ты можешь попробовать потушиться вот и наносит тебе урон собственно и плюс его интеллект он наносит тебе 10 единиц урона если ты не потушишься в свой ход ты скорее всего пойдешь без создания во втором огонь тоже носит тебе урод уход наша группа так у меня новый век не знаю к остановить на него газ какой-нибудь и дышать мы же можем может чтобы он воспламенился удушающий газ я не знаю но может там вакуум создать вокруг него тоже воспламеняется разница особая причем он призрак на него это никак не подействует мы и скорее всего себе только больше навредим по сути из всех вас не могу пиздиться только я просто потому что у меня иммунитет к огню но у меня мало хп но именно я могу восстановить хп но это будет длиться это не даст только на один ход ну типа не на один ход а точнее я один ход потрачу на то чтобы остановить хп и дальше мне продолжат пиздит рекомендую обратиться к п вальтуру понять что эти не так малых а пока ты думаешь но если у вас фул пачка поляже то на этом ваше приключение за эти персонажи закончится для старта уже будет а другие персонажи возможно в такую историю ведь и вот сейчас подожди стоит столь 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 надо думать надо думать по кору что ты маркеру ну во первых я не могу заблочить его атаку потому что ну а он маг это магическое так по физическому чем пуху я по одну про ебал и его ловкости мне не хватает чтобы бросить булаву и милостки не знаю чем не с ним делать я просто не понимаю насколько сильный вот в чем проблем ну слушай ты можешь кинуть на определение статистик хорошо я хочу кинуть до кубик на то чтобы понять насколько сложно 12 по интеллекту у него дедикатор 8 я пояс посчитал критическая удача ты понимаешь что его статистики примерно следующее пила 3 ловко из 4 интеллект 8 харизма 2 его здоровья как ты видишь по его большим мускулистом на какому-то очертанию то призрака около 35 и такая же магическая броня примерно около 35 ребят даем послепим у нас не было миссии с кем-то драться нам сказали мы не можем отпиздить это просто не я напомню что ты выкину критическую удачу ты определил что броня у него магическая не физическая булавой ты подбегаешь к нему и бьешь дубинкой правильно да сложность 12 так ты бы подбегаешь к это удар на силу будут манификатор твои силы 3 если какие-то еще манификатор на силу было на булава плюс 2 дамага и что-нибудь еще это тебе нужно одно что-либо до сожалению ты не попадаешь по призраку твоя балова проходит сквозь его тело он он смолон развенил скажем так свое деревянное тело вот нам на секунду во время твоей атаки ну вот и ты лишь то есть помахнулся находишься вблизи него вот так же тебе необходимо сейчас пройти модификатор на силу пр-10 так как ты переступил через тот круг огня который в котором находился призрак 15 отлично ты не получил урона потому что ты очень быстро приближал огонь потух ну как видно перед тобой и вот конс точнее вальтера фото пальто ася блять на смертном андреев опять более крутого нахуй если тело я просто прыгаю в это ягучий водой отлично ты прыгаешь вода ты потушился ты не получил уровень от у тебя есть еще одно не боевое действие на коне боевое действие и смешно хочу противно являюсь ты пьешь воду из озера ты пьешь воду она пресная оказывается ты устанавливай себе четыре здоровья но она пресса это не значит она не грязная сколько четыре до четыре так пробуй укрепить броню рауда так он ближе укрепить потому что у него сила 3 но магического всего надо хуя просто укрепляю рауду как магическую броню для того чтобы укрепить рауду магического тебя необходимо выбросить сложно 12 находишься близко к нему и принципе довольно просто 10 плюс модификатор твой 3 отлично ты приходишь проверку теперь выбрасывай кубик вот этот на количество брони которые ты могу припишь 11 отлично добавляя себе 11 брони сам из 11 понял там отлично все все наши группы сделать свои действия теперь же творить призрак у него его аура огня в котором находится распространяется еще дальше еще ближе к деревьям лесу то есть примерно теперь это выглядит следующим образом и так же необходимо сейчас пройти проверку рауду еще раз чтобы огонь который признается не ударил 10 по силе здесь спасибо 14 лично огонь который проходит и также вот перепрыгиваешь он не носит тебе никакого урона ты находишься теперь в этом кругу то есть если ты будешь попытаться сбежать с боя или просто отойти тут также не прием будет пойти проверку значит сам призрак же видя то что его пытались нанести магической атакой он пытается тебя схватить чтобы тебя поднять воздух и скорее всего бросить либо нанести какой-то урон для того чтобы ему схватить тебя так как ты довольно низкорослый ему а он довольно высокий ему необходимо наклониться так как из этой помехи он должен выкинуть больше 14 вот если он выкинуть больше 14 это ты выкинешь сопротивление то есть сейчас выкидывает 11 он не успевает до тебя дотянуться вот он тянется на тебя и то есть весь его ход на про то что для тебя просто дотянуться на карты довольно мелкого роста значит вот получается краски у нас правда ну прикасаться к призраку не самая лучшая идея так что я пытаюсь замахнуться и опять нанести физически я пытаюсь замахнуться не горизонтально а вертикально то есть ты пытаешься на стиму урона голову или максимальный урон голову как бы это будет как ты сам понимаешь сложнее чем бы это было бы просто так а насколько ты короткого роста тебе необходимо подпрыгнуть для того чтобы нанести своим топором урон ему голову я не скинух тебе необходимо нанести то есть попасть 14 сложности поскольку игру все еще голова довольно тяжело для тебя донести войну всерьез ты пытаешься нанести ему урон своим топором но как только ты прыгаешь и пытаясь нанести ему урон ты прыгаешь ровно то он успевает среагировать и схватить тебя в воздухе вот теперь ты находишься в его цепких деревянных огненных лапах а также получаешь урон от огня которые так он веет огненной аурой урон от огня который равен все лишь тенички то есть ничка по магической броня с тебя ход у нас вальтер так у тебя теперь есть мало того что расстояние довольно таки средняя расстоять среднее расстояние плюс то что перегораживаю тебя дорогу round сложность будет 16 данного броска выявляйте на это видите 500 900 у тебя спинк ну а это замечаю что-то зависит от дальности охраждения игроков от сервера плавно где не допустим 10 эти 3 5 то есть прожать что-то помечить молоча получается 999 под отпустить чуть-чуть можешь попробовать перенах попробовать перезайти а вот сейчас опускается у тебя опускается опускает 40 520 400 вот 400 450 500 нет обратно разумеется может попробовать перезайти может так отпустит 400 400 у тебя 300 так 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 инвайт булкин я вышел но не расчетку и где тире плохо у нас игрушки вот тут пару палочек кроме саня санчет все нормально зашел не забудь поменять или давай я сам поменяю сам стал ну все давай кидай покинуть нож молитесь издать ну-ка там вроде нет такой большой мультификаторов поэтому ты пытаешься бросить нож но нож который ты бросаешь порох пролетает мимо всех и не задевает никогда нож врезается далеко падает между деревьев которые обуглились ход констанция ага здрасьте я снова тут я все-таки пытаюсь что нибудь сделать а тоже сделать так его можно пиздануть физически а я поднимаю глыбу земли ну небольшую относительно и делаю бросок призрака магии ты поднимаешь глыбу земли девушку высок это будет до физическая атака но потребует исполнение на интеллект именно 14 сложности 3 3 я не что с этими кубиками блять что ты не выкидываешь у тебя ну пиздец смотри давай просто я покажу тебе ну я не еще потому что ты ведущий у тебя свои минификаторы себя же вырывал поэтому собственно призрак находясь да так как не взаимодействовать с кругом огня который подстанет круг круг распространяется еще на более дальнюю дистанцию и теперь он уже поджигает первые два бувыльных дерева вот и также констанции теперь необходимо пройти проверку на 10 силы чтобы не получить урон от этого огня да я блять маг огня сука 19 отлично ты не получаешь урона от огня которые влияются в тебя вот привырок же находясь в держа цепких лобоках рауда пытается проткнуть своим острым то есть деревянным острый деревянный рукой вот такой полудеревянный полумагический сердце рауда для того чтобы ему это исполнить ему необходимо выкинуть сложность 16 так как это довольно сложно у него у рауда есть броня 9 он долбит у тебя то есть своей рукой нанеся какой-то урон но не попадает к тебе в сердце потому что твоя броня останавливает его удары 16 урона ой 16 6 урона ты получаешь по своей броне без модификатора его на интеллект потому что он атакует не магическая атака да все вот раун он все еще находится в церкви подок и а буба а я беру главу и в этот раз атака пойдет снизу прямо ну по его груди такой силы чтобы он немножко подлетел вверх то есть ты бьешь по груди но я и ты бьешь но снизу понимаешь как бы а то есть ты находишься в его лапах то есть тебе для того чтобы атаковать самые нет ну ты можешь попробовать но это будет помеха потому что было связано атака не с помеха будет именно колюще то есть такой еще ударом булавы можешь его достать вот но при этом ты не можешь попробовать разрубить или прочих ты можешь достать до его головы либо до его груди я хочу попробовать достать коричем ударом до его голову до головы хорошо это будет сложность 14 потели нам допустим сколько-то не одну мне все они они не прохожу ты пытаешься тогда вода головы но он сильнее сжимает тебя ты не достаешь буквально в пары сантиметров до его лица атакой головы вот вальтер бесполезен а можно еще раз воды попьем работал можешь это не боевое действие в принципе ты пьешь воду давай ты пьешь воду плюс четыре восстановления я напомню нажал у тебя сейчас нет я выберу из монетаря он валяется я могу еще делать да ты можешь сделать но сковородки ты можешь делать что-то боевое потому что находишься далеко от него магия а магической 2 дистанционно атакивать а более нет вот сюда можно добежать да ты подбегаешь туда отлично все вляет теперь ход констанцы аля да она сейчас итак огонь уже распространился без детства а я хочу попробовать поднять волну из вот этого озера на призрака может она находишься не очень далеко от воды ты можешь направить волну вот так как все еще напомню у вас есть новый посох вот который упрощает сложное заклятие поэтому проверка будет всего лишь 14 9 плюс твой интеллект 3 это вот 12 ты поднимаешь воду но она не достигает призрака но достигает вас способ засчитывается если бы без посоха такое закрепление требовало бы шатанске более 15-18 а то есть просто ладно да пособиете дэмэдж вот но уменьшает проходку значит то есть вы понимаете что так как вы потушили довольно большое количество огня который распространяется то следующее про что не огня тоже будет отложено на один ход вот так же в принципе ну вы себя потушили вы не проходите проверку следующего изменения огня потому что этого обстояния пока что не будет призрак же ход призрака так как не распространяется огонь вот он пытается из-за твоей дерзкой выходки пытается кинуть тебя в Констанцию для того чтобы ему тебя кинуть ему нужно приложить немало физических усилий А именно пройти проверку в основном 16 Если он все-таки придет эту проверку Тебе необходимо будет пройти свою проверку Для того, чтобы сопротивляться его удару В локитку 9 Он пытается тебя кинуть Но ты в этот момент успеваешь ударить ему То есть своей гноме ногой под руку И из-за того, что у него не получается бросок Он выкидывает тебя То есть опускает эту хватку И ты больше не находишься в его лапах И ты можешь спокойно двигаться Ты находишься рядом с ним Вот Рауда Так, ну может, раз он меня схватил Мне вместе с ним отбежать ближе к воде Нет, он тебя как раз таки отпустил То есть у него не получилась атака Которую он хотел тебе сделать Он хотел кинуть тебя в Констанцию И ты оказался Из-за того, что у него не получилась атака Ты успел ударить ногой ему под Его руку Вот И так, кто ударил под его руку Он тебя отпустил Рожал свою руку И отпустил Теперь ты находишься рядом с ним Но уже не в захвате Окей Так, дай подумать Попробую нанести обычную атаку К горизонтальному По этому призраку Всего лишь 10 Потому что находишься прям впритык И ты свободен Ничего тебе не мешает 7 Плюс твоя сила 3 Ты проходишь 10 Наноси урон Физической атакой Плюс твои модификаторы 2 Плюс модификаторы Буловые Ох, то Еще 2 Итого 4 Плюс модификатор силы 4 плюс 3 7 7 урона Ты ему наносишь Я записал Сейчас, секунду Математика Это не мое Все, записал Так Следующий ход У нас Вальтер Тебе необходимо будет пройти проверку сначала через огонь Как ты будешь бежать Это 10 Спасили 12 Отлично Ты своим Вообще Большим Молниеносным Ключом Направляешься к нему Так как у тебя есть модификатор За скорость атаки То есть ты это делаешь с разбега Так как он не ожидает Вообще В целом Твое появление Для того, чтобы попасть По нему Тебе необходимо Также выкинуть проверку И не ся до сложности 8 Твоя сила Это 2 10 Отлично Ты по нему попадаешь Теперь бросай Д6 Кубик Который будет умножен на 2 Так как ты Напомню Делал это с разбега Вот И положил всю свою ярость В этот удар 5 Плюс модификатор Силы Тут Одна Силы 2 7 Плюс Урон От Твоего Верного Друга Это 9 И 9 Плюс На 2 18 Урона Ты ему Наносишь Пока К сожалению Для вас Он Еще Живет Ты Протыкаешься Ему Сердце Ты Слышишь Уже Не рев Но Звуки Как обычно Когда ты протыкал Когда-либо Человека Так как ты Наемный убийца Ты очень часто Слышал эти звуки И Когда ты Протыкал Людей Они Всхлебывались То есть Всхлебывались Легкие Работали На вынос Вот И примерно Такие же звуки Ты слышишь В данный момент Но При этом При всем Огненный призрак Все еще Стоит на ногах Вот Ход Констанции Так Сердце Вы ему пробили Я так понимаю Он Что-то типа Умирает Возможно Ну Ему очень больно От удара Вальтера Ему невероятно больно Очень больно И плохо Вы это Осознаете По его Источным крикам И же говорю Того Что он Хватает Ртом Воздух Хотя Если можно Назвать его Рот Ртом Что-то Как-то Неладно Мне кажется Ёбнули Человек Ладно Что он Делать Он Пост Я попробую Еще раз Скинуть Глыбу Земле Так как В принципе Землю Ты уже Подняла Вот Этот кусок Земли Которая уже Была То есть Выкапывать Тебе не нужно Поэтому Сложность Будет На 2 Меньше Того 12 20 Ты поднимаешь Эту глыбу И вместе С ней Поднимается Ты видишь Старое Закопанное Копье В эту глыбу Которое Было Возможно Со времен Древних Воин Межрасовых Виде Первой Или Второй Эльфийской Войны И вместе С этой глыбы Также Направляет Копье Получается Ты выкидываешь И магический урон Который направляется В сторону Окна Призрака И физический урон Который нанесет Копье То есть Тебе кубик Раз И тебе кубик Два Кидай Это физический урон Который ты наносишь Два А это магический Шесть Значит Ты наносишь Магический Шесть Плюс Модификатор Три Итого Девять Урона А физическим Ты наносишь Два И Минус Один Так как Этот урон Тебе не зависит Ты наносишь Просто Два Урона Поэтому Девять Урона Это у нас Получается Да Врезается В него И копье То есть Протыкает Его копье И вы Замещаете Что копье Которое протыкает Огненного Призрака Оно его Грубо говоря Станет То есть Он Копье протнуло его Насквозь И вцепилось Намертво В землю Вот А кусок земли Который упал на него Вот Оглушает его И дезориентирует Вот Он уже больше Не кричит Не Как-либо Не подает Никаких Особых Преднаков Жизни Вы слышите Только-только Его Тихо Сопение Похожее На сопение Какого-либо Любого Живого Существа Но Наполненное Конечно же Некой Магической Сущностью Он Встанем Но Он Издает Типа Звуки Человека Хотя Он Выглядит Как Призрак Огненный Похуй Вляки Ну Мы Можем Его Убить А Можем Может Что-то Придумать Я не знаю Может Нет Я хочу Может Снять С него Проклетие Я не знаю Типа Надо Надо Как-то Его Изучить Магически Надо Понять Что Это Труп Изучите Ну Я не Бою Ход Рауда Сейчас Продолжается Боевая Ситуация Ну Так Чем Значит Я Предлагаю Как Вы Его Попробовать Изучить Магически Кто За Ксения Отошла Да Попробуй Твой Ход Я могу Попробовать Так Я Вблизи Изучить Изучить Его Комана Пусть Будет Магически Я знаю Что Будет Сложено Так Как Ты Принцип Не Можешь Вы Так Ты Проверил Его Характеристик Которые Возможно Будет И Это Дает Тебе Некогда Модификатор Но Из-за Того Что Вы Ты Не Маг В принципе Не Перевод Включаешься Комсуществом Поверка 18 Но Будет Плюс Два Еще К Тебе Модификатора То Что Что Ты Выкнешь Будет Плюс Два Еще То Что Ты Знаешь Его Характеристики 8 Плюс Твой Интеллект Это Довая Плюс Один Плюс Еще Два За То Что Ты Знаешь Его Характеристики И Это Не Хватает Много Ты Пытаешься Как Тебе Потрогать Но Ты Видишь Его Лишь Потихоньку Угаснущие Огненные Глаза В Глазницах Но Он Умирает Это Явно От Вальтер Он Пока Станин Мог Зачат Известить Я Не Знаю Изучить Его Тоже Пробуй Сев Прям Увер Близи У Рука Нахуй Нахуй Да Да Давай Разве Так Хотите Давай Изучать Свои 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 Хочешь Отучить Его Свои 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 Или Что Хочешь Понять Его Природу Что Ты Хочешь Свои 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 Хотели То есть Понять Что Это Такое И Извлечить Как Извлечить Извлечить Эти Семьи Нахуй Извечай Ну Так же Словность 18 Но У тебя Нет Плюс Два Мальтификатора Потому что Изучил Его Рау 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 Понимаешь Что Существо Так Ты Являешься Присыл Наемным убийцей И ты Миллионы Миллионы Раз Видел То Как Умирают Люди Как Заканчиваются Истории Целых Личностей Государств Королей Королев Обычно Граждан Крестьянин Ремесленников И прочих Прочих И прочих Ты понимаешь Что Это существо На самом деле Граждо более человечное Чем могло показаться На первый взгляд Скорее всего По форме Его тела По форме Его Вообще Структуре Когда-то Это было Живое существо Напоминающее Какого-то Гуманоида Возможно Эльфа Возможно Человека Возможно Какую-то Древнюю Более древнюю Рассу Которая была На материке Но В данный момент Ты понимаешь Что Единственное Что ты можешь Сделать Это попытаться С ним Наладить Контакт Потому что Ты вспоминаешь Что Были слова От него Он изначально Не был таким Агрессивным Как мог Себе показаться Вот У него есть Свои собственные Диалек Свой собственный Язык Вот И возможно Это существо То есть Придет в себя Если вы ему Как-либо Поможете Наладите Контакт На этом закончится Да Ты Определ Все еще Констанции Я думаю Как только Наповед Вы можете Передать Всю информацию Которую Получили Однем Вот Чтобы Было Все Четко Может быть Она что-то Предложит Но В данный момент Она находится В уборной Комнате Думаю Это уже там Как продолжать Битву Можете пока Разговаривать Я не знаю Ну как бы Можно с ним Попробить Поговорить Но Надо Чтобы Констанция Это делала Понимаем Кто это Просто Нако Меня Отчизили Я же Можете Не Делал Ну В принципе Мы Первые На паре Так что Все Заслужены Ксения Первый Напал Мы Всей Команды Приняли Решение Ты Тоже Нападал Давай Я Дала Четку Или Беспредменно Ушли Купить Могла Быть Ну Ждем Ксению Пусть Она Пытается Говорить Эй С мозг Горла Это Рук Сонс Вот это Майс Сонс За Не Накину Страх На Твиче Не За Что Который Теб Паш Дальше Ну давай Это Страх Почитаем Прям Почитаем Что происходит Мы Мы Это Мы Выяснили Что Это Какой-то Эльф Что-то Там С ним Надо поговорить Надо что-то попробовать Навязательный контакт Пока он обезвижен Пока мы можем Дети Он Что Можно Выключить А мешает Да Я Просто Атмосферненько Но Время Очень Громко Я Не знаю Может Где-то Настроить Там Есть Настройки Нем Поговорить Разобрать Так как он обезвижен И В принципе Ты После твоей критической удачи Слорность будет гораздо меньше 14 Мама Ничего нет Пожалуйста Я Я Насчитал 12 12 А что У меня Способ 2 Да Блять Так Это Скрытность Да Два У нас Ты Пытаешься Как-то Снова Проанализировать С точки зрения Какого-то Индификации По расе Индификации В целом По Его Пониманию Но Ты Все Так же То есть Не можешь Этого Определить К сожалению Для себя Ход Призрака Вы Замечаете Что призрак Уже Совсем Потухший И На Последнем Ноздыхании То есть Находящийся В очень Такой Удручающей Позе Говорит То есть Вам Следующее То есть Его Тихий Тихий Какой-то Голос Вот И Вы Не Понимаете Что То есть Зовет ли Он Вас Что Он Пытается Голосом Сказать Но Констанция Понимает Что Вроде Либо То есть Этот Голос Напоминающий Некий Диалект Старших Эльфов Вот То есть Он Начинает Говорить Очень Тихим Затукающим Своим Голос Но Он Не Атакует То есть Он Все Еще Тлеет И Начинает Что То Вам Говорить Или Не Вам То есть Он У Него Голова То Есть Поникшая Вниз Вот Он Начинает Говорить Глубо Говоря Про Себя Нашептывая Себе Бубня Под Нос Говорят Ну Как Говорят 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 Что Делай Тихо Сам Расход Да Ход Рауда Я Вот Без Понятия Что Мне Делать Стою И Смотрю На Этого Упыря Не Знаю Думаю Просто Смотришь Да У него Ну Потому Что А Да И Так Этот Огонь Присоединяется Еще Далее Забываем Про Угонь Теперь Уже Это Линия Извините Понятно Ребят Так Срочно Либо мы его ограждаем Либо мы его убиваем Ему еще что-то делаем Я не знаю Надо что-то с ним делать Срочно Пытаюсь Понять Сила Брать Перетелять Руклана У нас Турберит Мы можем Когда появляется Реально Хорошая Идея Нету Способности Типа Кузни души Потратили И все Нету Способности Хотел Книгу Книгу Скрафтить Азбуку Эти Книжек Я хотел Скрафтить Кандалы Ограничивающие Ограничивающие Его Магию Чтобы мы Его могли Дотащить Спокойно Хорошая Идея Хорошая А я могу Скаставать Что-нибудь Ограничивающие Его Можешь Пробовать Его Дотушить Но Повторюсь Еще раз Он Довольно Тлеющий Это Может Быть Чреват Для Него Самого Учитывая Его Магическое Происхождение Блять Ты Давай Оглушим Его Да У нас Оглушать Он Вообще Здоров Не Критическая Удача Тем более Сдохнет Что Дай Гном Делай Я Обращаюсь К Призраку И Говорю Ему Если Ты Нас Понимаешь Попробуй Поднять Свою Правую Руку Вверх Слыш Твою Речь Вот Ты Замечаешь Своим Точнее Пройди Про Проверку Ловкости 10 Понял Мужики Мы Горим 18 Ты Замечаешь Что Еле Небольшим Движением Своего Влада Замечаю Что Его Опущенные Руки Которые Нависают На Копье Также На Одном Немного Дернулся Пальц Вот Ну Он Нас Понимает Я Думаю Это Просто Пересмертный Рефлекс Нас Нормально Нормально Я Предлагаю Сейчас К нему Обратиться Сказать Что Мы Захилим Взамен Если Он Будет Контролировать Свою Магнит Ты Замечаешь Что Пальц Который Дернулся Дернулся Еще Раз На Этом Твой Ход Заканчивается Начинается Вод Вальтер Что Мне Делать Я Ну Вынимать Меща Не буду Я Просто Потому Что Если Вы На Мечах Скорее Стру Умарят Оставляю Меч Его Сись Отходишь 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 Констанции Подальше От Огня В Сылом Помещение Тоже Сенс Вы Ебать Над ним Долго Сидим Я Хочу Убивать Его Просто Так Я Что Я Ничего Не Проебала Блять Я Просто Не Знаю Что И Поговорили С Ним Уже Который Раз Не Могу Вот Час Я Больше Дени Чем Ты Блять С Блять Спалю Тя Нахуй Можно я Еще раз Попробую С ним Поговорить Да Это Будет Водиться Действие Запад Сложность 14 Ничего Блять Ты Пытаешься Понять Его Диалект И ты Понимаешь Что Это Диалект Старших Эльфов Которые Когда То Возможно Тебя Научили Если Бы Ты Не Была Отшельником Среди Своего Народа То Есть Не Выравшившаяся В Деревне Но Твой Человек Который Был С тобой На Притяжении Твоей Жизни Все Таки Пытался Тебя Учить Интелект Ты Можешь Понять Примерно Понятия Ты Не Спрашивал Его И То Есть Ты Помнишь Какие Основные Моменты И Ты Можешь Спросить У него Какие-то Вопросы Или Предложения Он Сейчас Говорит Что-то Про себя Бубнит Ты Его Не Слышишь Я Спрашиваю Что Здесь Происходит Он Продолжает Что-то Что-то Говорит Тебе Под Нос И Для Того Чтобы Его Слышать Тебе Необходимо Подойти К Подхожу Ближе Ты Подающего Слышит Ты Слышишь Что Он Шепчет Следую Дословно Ты Не можешь Точно Понять Но Ты Слышишь Такие Обрывки Слов Как Я Пытался Быть Хорошим Ненавижу Магию Огонь Вода Колдунья И После Этих Слов Которые Ты Пытаешься Разобрать Его Глаза На секунду И В принципе Все тело На секунду Тухнет Но Сразу же Через Мгновение Глаза И тело Его вспыхивают От Немоверного Пламя Инферно То есть Не обычное Пламя Которое было У него До этого Его окружавшего А пламя Инферно Вот И То есть Его рот Вскрикивает То есть Ну Скорее всего Крик Который он Издает На своем Пресмертном Андре Услышали бы Даже В столицах Геи Или Нотландер Вот И То есть Он Также Его тело Полностью Испепеляется И Происходит Небольшая Взрывная Волна Вокруг вас Вот Вам Констанции Рауду Необходимо Будет Сейчас Пройти Проверку На Ловкость Патронность 12 Чтобы Успеть Примгнуться И получить Минимальное Количество Урона 11 11 Констанция Правильно Нет Это я Констанция 16 Рауд 11 На Рауд Большой Дебаф На Ловкость Да Констанция Получает Урона 2x Минус Один Урон Получает Констанция От Взрыва Рауд Получает Весь Урон Который Будет Часно Наноситься 6 Урона Получает Рауд Магического Броня 6 Броня Вы Замечаете После Этого Всего Точнее Замечает Вальтер При Все Поскольку Вы Успели Прикнуться Рауд Отбросило Замечаете Что Огненный Призрак Полностью Испепелился Теперь На месте Того Круга Пепелища Которая Была Там Остался Лишь То есть Небольшое Горстка Пепла И На вашу Удачу Причем Неимоверную Удачу Копье Которое Было Вбокнуто В Призрака Осталось Не просто В целом Но еще И Чистым Чистым Да Сияющим Дальше Короче Боевая ситуация Закончила Да Боя ситуация Закончилась Тушите Пожар Да Пожар Распортнялся На ближайшие Горелые Деревья Вот Они Начинают Распадаться И Подходят Близко К Лесу Констанция Срочно Кастуй Магию Близко Дождь Да Рядом С лесом Срочно Надо Выстроить Линию Даже Я Распространялся В сторону Леса Нет 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 Нахуй Дождь Нахуй Дождь Нам Нужен Ров Нам Нужно Выкопать Ров Вдоль Леса Мы тебе Физически Поможем Ты там Магический И мы Все Быстро Я Магически Поднимаю Землю Чтобы Вообразить Некоторый Ров Ты Делаешь Это По всей Территории Отстаняющего Огня Или По какой-то Определённой Территори Надо Вот Вот Короче Надо Вот Вот Так Вот Так По Краин Хорошо Если Ты Делаешь Одна Или Помогают То есть Вы Начинаете Копать Вначале Просто Руками Да Или Чем Копаете У вас Просто Нет Лопаты Вот Ну 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 Возьмут Буловут Другой Сторону Хорошо До Каждого Компаньона Минус Две Сложности Творно Две Сложности 14 Кидай На Проверку Интеллекта 7 Вы Вы Копали Ров Только Вначале Вот Вы Замечайте Что Огонь Уже Начинает Подбираться К Этим Деревьям Начинает Зага Они Начинают Потихоньку Загораться Здесь Еще Только Вот На краю Вот Но Здесь Вы Успеваете Выкопать Своими Двумя Ручками Ров Здесь Все Нормально Здесь У вас Уже Есть Ров Констанция Давай Кастуй Там Магию Воды Мы Пока Продолжаем Копать Это Обычный Огонь Инфернальный Давай Нахуй Ливень Блять Вот На этой Территории Ливень Или Дождь Ливень Ливень Сложно 14 Да Боги Пожалуйста Майю 18 Отлично Так Асту Дождь На Все Территории Вы Замечаете Что Небольшая Буквально Какая Маленькая Точка Появляется На небе Из которой Избирается Дождь На территории Всего Пожара И Тушит Абсолютно Всю Территорию По всем Кругам Даже Можно Сделать Так Заберайся Копье Вальд Заберайся Копье Я Себе Свой Кинжал Бандита Возвращаю Хорошо В принципе Вайсот Сокончил Можешь Вращаться На Я Ничего Нет Так Возвращаемся Что С этим Кругом Ничего Да Констанция Чувствует Что Больше То есть Никакого Магического Сопротивления Нет Раут Не чувствует Тепло Вальд Чувствует Тепло 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 Ушло Благодаря Дождю Тепло Когда Возвращаемся К Ведьме Так Стоп Перешний Чем мы пойдем К этой Золопе Нужно Как-то Решить Тепло Тепло Тепло